Каждый работник библиотек, музеев и архивов связан с документальным наследием, которое служит источником патриотического воспитания подрастающего поколения. В республике часто проводят выставки исторических документов, но насколько это интересно современной молодежи, в Саранске решили обсудить в канун Большого праздника Дня Защитника Отечества. Свой рассказ Николай Бычков начал с истории образования этой даты. Его подоплека была то, что сохранение истории, воспитание патриотизма на примерах героической истории. С 1993 года этот праздник стал называться Днем Защитника Отечества и в 1995 году он отнесен в соответствии с федеральным законом о днях воинской славы, является Днем Воинской Славы России. В 2019 году архивисты совместно с Патриотическим объединением «Поиск» приступают к подготовке сборника, посвященного 326-й Рословской краснознаменной стрелковой дивизии. Она сформировалась в Саранске в сентябре 1941 года. Более 11 тысяч ее бойцов награждены орденами и медалями. Самаров Сергей Иванович на землях Стемниковского района города Саров. Он оказался с двумя автоматчиками в окружении немцев в лесу. Автоматчики были убиты, он остался один. И в наградном листе, который представил после боя уже командир полка, мы читаем, что он в этом бою уничтожил 30 солдат и двух офицеров фашистских. И в этом же бою был убит. Был представлен к званию Героя Советского Союза. И таких подвигов, таких фактов, таких примеров тысячи. Студенты и школьники в этом году могут принять участие в нескольких проектах. Совместно с Коми-Пермятским окружным архивом объявлен конкурс компьютерных презентаций «Родной язык моей семье». Также будут выбраны лучшие научные и творческие работы на темы «История школы в истории Мордовии» и «Юный архивист». Алена Москалева, Григорий Денисов. Наш Новость. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова